Голосовать сочинцы шли целыми семьями, ведь высказать свое мнение о будущем города предложили всем жителям, начиная с 14 лет. К тому же места для голосования были организованы, что называется, в шаговой доступности. Всего в городе было 24 таких пункта. Они расположились в зданиях муниципальных администраций и сельских округов, в клубах, кинотеатрах и библиотеках. По словам сочинцев, им важно, что их мнение учитывается при планировании работ по благоустройству территорий, где они живут. Я считаю, это правильно спрашивать мнение людей. Люди лучше знают, что им надо для жизни. Откуда сверху будет команда «вот здесь делайте, здесь не делайте», а именно такие рейтинговые голосования – это то, что хотят люди, которые живут на данной территории. Я как обычный обыватель голосую за то, чтобы благоустройство города не стояло на месте, а двигалось вперед, и нам было приятно здесь жить. У нас есть и скверы, но наш город – город-сад. Поэтому много не бывает ни скверов, ни зон отдыха. Раз уж спрашивают наше мнение жителей города, Адлерского района и других округов, то эту возможность нельзя упускать. В каждом районе были представлены проекты благоустройства двух территорий. Жители Адлерского района выбирали между скверами на улице Молокова и в селе Красная Воля. В Хостинском районе предлагалось обустроить сквер в микрорайоне «Благодать» либо спортивно-оздоровительную площадку на улице «Искры». В Центральном районе жители могли сделать выбор обустроить зону отдыха на Мамайке либо в микрорайоне «Донском». В Лазаревском для благоустройства в 2021 году предлагается сквер рядом с городской больницей номер 1, либо прогулочная набережная вдоль реки Псезуапсе. Результаты голосования обещают обнародовать 20 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова